Я Потапова Любовь Алексеевна проработала в колледже 37 лет. Я с детства мечтала быть учителем. Я из семьи потомственных учителей. Моя мать учительница. Мой брат Потапов Леонид Алексеевич, профессор, доктор технических наук. Сестра Потапова Нина Алексеевна, заслуженный учитель. Я пришла в техникум в 1969 году. Преподавала предметы, основы резания и режущий инструмент, допуски и посадки, технология машиностроения. Потом работала заведующей заучным отделением и 17 лет отработала заместителем директора по учебной работе. Хочется вспомнить директоров нашего техникума. Это Сидоренков Николай Федорович и Патов Анатолий Федорович. Анатолий Федорович – это большой труженик. Он нес большой вклад в развитие специальности дизелестроения. В этот период были дневное, вечернее, заочное отделение. Вечернее отделение работало в две смены – утром и вечером. Так как мы готовили кадры для Брянского машиностроительного завода. И на этом отделении учились рабочие этого завода. В этот период это было зрелое учебное заведение. Но истинного расцвета техникум достиг в 90-е годы. Приказом по Министерству тяжелого машиностроения в 1991 году Брянский политехнический техникум был преобразован в Брянский политехнический колледж. Были открыты новые специальности – менеджмент, бухучет, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. И первым эту цикловую комиссию возглавил Горбачук Сергей Александрович. Эта специальность и сейчас остается популярной у нашей молодежи. Некоторые студенты нашего колледжа стали преподавателями колледжа. Это Левкина, Маркин, Можаров, Солодков. Хочется поздравить преподавателей, студентов, сотрудников колледжа со 20-й годовщиной нашего колледжа и пожелать им успехов, здоровья и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова